всем привет это обзор на 1000 рубрика рецепты сегодня я решил приготовить домашние вкусные чипсы очень вкусные чипсы посмотрел в сети рецептики вот один мне больше всего понравился решил делать его сейчас мы вместе с вами его приготовим для домашних чипсов нам того того собой понадобится картошечка наши семьи блин любимая картошка грубо говоря я взялся у 3 3 картошники много не хочу я думаю этого будет достаточно посмотреть проверить вкусно ли это первую очередь нам нужно будет их порезать тоненько-тоненько можно ножом но если у вас хороший нож нож у нас не сильно хороший далеко не профессиональный я далеко не профессионал ларитки так что я возьму обычную терку может быть выйдет не сильно толстого рекомендует что там миллиметра 2 где-то около двух миллиметров я думаю должно получиться ребята не думайте это же тоже будет не то сейчас я быстренько наверно аппарат не очень хорошо не обращаться сильно быстро ребят не надо можно тебе пальцы ну в принципе почти два миллиметра где-то 2 где-то 3 на этом ничего страшного вообще конечно лучше потоньше после того как мы все это дело нарезали нам нужно чтобы отсюда как можно больше ушло крахмала это дело сейчас мы все промоем промоем так вот так вот холодненькой водичкой вот так вот зальем маленько ну видите цвет какой все это крахмал вся вот это сейчас чушь которая нам не нужна к нашей картошечке уйдет вот теперь нам нужно ее будет высушить конечно же высушить куда мы ее нафиг мы же вещь и жарить у нас все мокрое сейчас мы будем ее сушить сушить мы будем возьмем бумажную салфеточку укладываем наш картофанчик будущее наши чипсы быстренько быстренько и накрываем таким образом чтобы все наша сухая салфетка все это дело впитала быстрее вот таким образом ну и все остальное картошечку таким же методом ну все все остальное весь остальной картофель мы выложили таким способом у нас всего было три картофеля вот у нас получилось три штучки теперь все это дело мы начинаем жарить в масле горячем горячем масле вот мы уже маслица нагрели сейчас мы будем все она уже нагрета у нас чуть не кипит сейчас мы будем жарить и жарить детишки если смотрите детишки в коем случае одни это не делаете потому что это очень опасно масло кипяток начинаем обжаривать аккуратненько бросаем вообще это делать не руками специальными щипцами у меня нету что я делаю это руками все очень осторожно много не бросайте маленько ждем маленько обжариваю все это дело до золотистой корочки не пережарьте потому что картошка тонкая она может очень быстро пережарить так что следите по внимательнее за этим процессом видите тонкую бросил она уже нужно резать так чтобы примерно ну одинаковый был размер пить у меня тонкая попалась тонко выживание вытаскиваете все переворачиваем в принципе видите вот золотистая корочка есть все вытаскиваем это все дело на салфеточку сухую ну вот мы достали нашу картошку картофель из кипящего масла вот что у нас получился теперь дальше какой момент кстати учитывайте то что мы обратите внимание что мы еще ее не солили ничего она абсолютно было не соленая ясно дальше ее нужно маленько подсушить чтобы она была более хрустящая потому что сейчас она еще не совсем такая хрустящая извините более такая некоторые хрустящие некоторые мягкие сушить мы будем наши духовочки мы нагрели до 200 градусов некоторые сушат в микроволновке а кстати насчет микроволновок следующий наш обзор рецепта будет связан с микроволновкой мы сделаем кексик который можно будет приготовить микроволновки всего за пять минут так что не пропустите подписывайтесь на наш канал будет рецепт очень интересно и быстро продолжим нагрели духовочку духовой шкаф до 200 градусов достаем листик сейчас мы на этот листик будем укладывать нашу картошку чтобы она подсушилась у нас сушить ее нужно будет недолго самое главное не прошлепайте чтобы она не подгорела вот таким образом мы все уложили духовка 200 градусов ставим от 5 до 10 минут а может быть даже от 3 мин до 10 минут зависит все от толщины картофеля так что следите не просмотрите внимательно чтобы ее поджарить до несъедобного состояния нужно просто прощелкать одну две минуты и все у вас не получится чипс прошла не минуту не 2 целых 15 жир маленько остался чуть-чуть вообще нужно было конечно по хорошему делать еще рекомендуется положить бумагу гальку специальную бумагу для ключей чтобы же оставшись и сейчас мы это дело все достаем все это дело мы сейчас достанем выложим тарелочку посолим сейчас я вам покажу вот мы выложили наши чипсы тарелочку то есть видим смотрите получились густяще но не соленые всем это дело солим перемешиваем чтоб соль лучше кто любит много соли солит много кто любит мало соли молит маха ну и вот наши чипсы готовы очень вкусные не сравнить из выражения всякую хренью покупной настоящие домашние чипсы картошечкой прям вкусняшка ждите наши следующих рецептов на нашем канале подписывайтесь ставьте лайки вам мелочь а мне приятно все всем пока до встречи